Друзья, всем привет! Вот оцените атмосферу, вот просто посмотрите по сторонам, вот посмотри, домик стоит жилой, машинки стоят во дворе, детский сад. Вот типичная ситуация, вот походу делает твой двор, правильно? Машинки стоят во дворе, прямо под окнами, какие-то менее угоняемые, какие-то более угоняемые. И вот про что мы вам сегодня хотим рассказать. Вот машина стоит Mazda 6, машина одного из наших акционеров. Вот его дом, вот здесь его окна, и прямо из-под окон у него неделю назад хотели угнать автомобиль. Как это происходило, и как от этого перестраховаться, что делать в таких ситуациях, давайте разберемся прямо сейчас в этом видеоролике. Погнали! Но сперва маленький сюрприз для тех, кто со слезами на глазах вспоминает ночные игры в стратегии 90-х. Я, например, очень любил играть в две игры, Red Aller и WorldCraft. Понимаю, что игра это ностальгия, это запрещенный ход, но не в нашем случае, потому что я нашел альтернативный вариант, стратегическая игра, но про викингов. Я нашел кое-что действительно годное. Браузерная стратегия викинги. Война кланов. Тут есть все, что я любил в стратегических хитах из нулевых, включая грабеж караванов. Отстраиваешь базу, выбираешь между постройкой лесопилки и двумя новыми юнитами. Еще больше огня добавляют социальные фичи. Так, например, можно клянчить у друзей ресурсы, а потом мародерить противников, нанятыми на эти деньги войсками. В общем, эту игру обязательно стоит попробовать ценителем классических стратегий. К тому же у меня для вас есть несколько увлекательных бонусов. Так, например, для тех, кто переходит по моей ссылке в описании и регистрирует, получает возможность переселения новичка, который позволит вам переместить в ваш город любое королевство совершенно бесплатно. И, конечно же, золотишко. Ну куда же без золотишко, друзья? Ищите меня в игре, мой ник, блондин3семерки. В Викинге играет уже более 20 миллионов человек, не хватает только тебя. Регистрируйся в игре по ссылке в описании и присоединяйся к нам. Будет интересно. Вот слушайте эту историю, просто копируйте и вставить на себя. Пятница, 12 октября, вы возвращаетесь с работы, в свой двор ставите свой автомобиль на то же самое место, по сути, куда его всегда ставите. Отправляетесь домой, ну что, пятница отдыхаете, телевизор смотрите, там, не знаю, кушаете. Возможно, пьете чай, вино, в 23.30 человеку раздается звонок на телефон, мол, здрасте, дверки у вас открыты. Значит, смотрите, поподробнее. 2017 год, пробег у автомобиля 8 тысяч километров, по автомобилю есть незначительное ДТП, легенькое. То есть, все, ремонт был сделан. То есть, машинка, по сути, свежая. И на машине изначально, когда человек его покупал, поставил спутниковую сигнализацию. Какую, называть ее не буду, потому что принцип работы спутниковых сигнализации у всех плюс-минус один и тот же. Создается звонок, где я у него спрашиваю, здрасте, машина с вами, под контролем, под контролем, что случилось? Двери на вашем автомобиле открыты. Человек говорит, нет, я как бы дома нахожусь, первый раз такое, что делать? Выйти к машине. Естественно, ему дают рекомендацию не выходить. Почему? Выходя из подъезда, могут дать тебе по голове, отнять у тебя ключи, сесть, завести машину и уехать. Логично? Запросто вообще такое может быть. Он подходит к окну, видит то, что с машины есть какие-то движения. Вот обратите внимание, что зеркала у автомобиля, когда он выключен, да, заглушен, они сложены. Как вы знаете, если открыть двери в Мазде сейчас на текущих, зеркала начинают раскрываться. Он выходит к автомобилю аккуратно и видит то, что зеркала раскрыты. Начинает делать первый осмотр и видит то, что вот эта форточка разбита. Мы сейчас вам фотографию показываем на экран. Что сделали? Аккуратненько ее разбили, открыли машину, сели, подключились к диагностическому разъему, и пытались перепорошить машину. То есть это происходит все реально в секунды, ну, условно, там, минута-две. Если бы у них это получилось, машинка завелась бы и отсюда быстренько уехала. Естественно, он вызвал следователей, вызвал полицию, на что ему говорят. Вот мы сейчас находимся в районе Бутово. Точный адрес я вам прямо пишу на экране, чтобы вы понимали, что вот в этом районе запросто могут происходить кражи. В этом районе украли за последний месяц 28 Toyota Camry. Вы представляете, да себе? Помните, мы совсем недалеко отсюда, условно, в Подольске снимали Hyundai Sonata. Прошлым летом там тоже постоянно и происходит кражи. Но, казалось бы, на первый взгляд, райончик вообще тихий, спокойный. Здесь на домах висят камеры. То есть, по идее, если машину будут угонять, можно сразу посмотреть, найти ее. Но, на самом деле, вот так это все происходит. Угонщики у нас очень умные. Выкатывают машину, кидают ее куда-нибудь в гараж, ставят у нее заглушку. Все. У спутника она никогда не будет отображаться на радарах. Соответственно, спокойно они там машину могут разобрать, найти все эти блоки, все это повыбрасывать. Все. Дальше машину можно разобрать на запчасти. Дальше машину можно вообще вывезти за границу. Значит, рассказываю вам кратенько всю даже историю. Год назад зимой, вечером в ВКонтакте, в социальной сети, мне пишет парень, который присылает переписку, где указано, что ему какой-то человек пишет, привет, твоя машина, присылает ему фотки его машины. И он видит то, что Мазда с его номерами, говорит, да, моя. Твоя тачка находится сейчас в полторы тысячи километров от твоего дома. Она в угоне. Он такой, чего? Подходит к окну и видит то, что его тачка стоит на улице. На фотографиях реально она же с номерами. Он присылает мне, я начинаю переписывать с этим человеком. Тут он начинает представляться сотрудником ФСБ, якобы она на границе, ее задержали. Ну вот сидим, думаем, чё, какой сотрудник ФСБ на границе ВКонтакте, тачка под окном. Мы, естественно, над ним посмеялись. Через два дня опять этот человек к ним пишет. И выясняется то, что машина реально была угнана, только не его. Но угнали машину такого же цвета и повесили его номера. То есть сделали такой клон. И реально это был сотрудник ФСБ, который действительно выполнял свои обязанности. То есть собирал информацию всеми возможными способами. Перед ним мы извинились. И машину в тот момент удалось вернуть первому владельцу. То есть это уникальный случай, вообще я с этим столкнулся впервые. Значит, возвращаемся к нашей ситуации. Вот такая картина может произойти с любым из нас. Что делать? Ну в любом случае, если вы покупаете автомобиль, вот многие задаются вопросом, а как их безопасить, какую сигнализацию поставить, может какие-то механические уловки поставить от угонщиков. Все это на 5, на 10 минут, ну на 15 максимум. Это еще наглость с их стороны, что в пятницу вечером в 11 часов они решили угнать тачку. Представляете, что было бы, если бы они делали это часа в 2 ночи. А у многих из нас айфоны, которые ставят нам на режим не беспокоить. Когда ты ночью спишь, тебе могут трезвониться со спутника твоего. А машинка-то уже заводится, прогревается. Они еще посидят, покурят, иначе на прогретом двигателе уедут. Что делать? Мое личное мнение, вот честное слово. В такой ситуации лучше, конечно, делать каска. Угон Total. Если новый автомобиль на первый год делает именно ГАП. ГАП, напоминаю, это гарантия от непотери стоимости. То есть, условно, вы купили машину за миллион, выехали с салона минус 20%. Вот эти 200 тысяч ГАП как раз вам покрывает. Таким образом, вы в первый год, если вдруг что-то случилось, получите всю сумму. В его случае, я не знаю, я лично считаю, что идеальнее всего, конечно же, сделать каску. Угон Total. Вот стоит спутник. Да, спас, да, повезло, да, спасибо большое. Но опять же, просто угонщики рано там спохватились, сели, то есть, прямо в 11 часов. Вот мы сейчас смотрим на автомобиль. Типичный автомобиль. Вот был бы черного цвета, можно было бы сказать, что моя машина. Как вот у меня раньше была. Иди ближе сюда. Значит, после этого, да, человек начал делать различного рода меточки. Сделал себе наклейку необычную. Такого рода наклейки, они, с одной стороны, огромный плюс. Особенно, если много маленьких элементов. Как вы знаете, я сам вообще занимаюсь рекламой. У нас есть каттеры, которые помогают резать такие узоры. Если угонщики, условно, захотят ее отдирать, времени на это потратят очень много. Вспоминаем СтопХам с их наклейками, которые там нужно драть. Для чего это делается? Вот обратите внимание, да, дракон. Покажи, пожалуйста, картинку вот эту прям. Если вдруг, не дай бог, в каком-то из ваших дворов стоит вот этот автомобиль с такой картинкой, пишите сразу мне. В вашем же случае тоже старайтесь делать какого-то рода метки, чтобы потом, если вдруг что, можно было выложить эти картинки, фотографии вашего автомобиля в соцсети, чтобы мы могли также в своих дворах смотреть. Как правило происходит угон? Как бы не открывая Америку, не говорю, что я специалист, но все мы это прекрасно знаем. Машинку берут, могут перегнать в 5-10 километров, бросить во дворе куда-нибудь неприметном, чтобы она постояла там 3-5 дней. После этого ее спокойненько перегоняют дальше в какой-нибудь гараж, в бокс, все, можно разбирать. Заглушат ее, на спутниках, на картах ее ничего не видно, соответственно, где машину, никто не найдет. Надеются на нашу полицию, на следователь, конечно, они ребята профессиональные, стараются и ищут, но 28 камерей за последний месяц, я думаю, из этих 28 в лучшем случае, одну-две найдут, это в лучшем случае. Что происходило дальше? Естественно, владелец находился в легком шоке, когда понял, что из-под его окна ночью хотели угнать машину. Сначала начал ее прятать по разным местам и поставил ее в один бокс, скажем так, закрытая территория, куда машины заезжают чужие, но очень редко. И то это, знаешь, как бы, блин, из серии, там, кому-то приехали целенаправленно. И там ребята наблюдают такую картину, что, говорит, одной ночью возле этого бокса, где стояла машина, заезжает Ауди-соточка, Ауди-соточка покрутилась и уехала. Естественно, какие первые мысли о том, что в тачке оставили жучок, то есть GPS какой-то, трекер, отслеживать, сами знаете, с Алиэкспресса заказать за 500 рублей, вот тебе все, будет датчик, то есть прям можно будет смотреть, где твоя машина находится. Он отправился в спутниковую компанию, говорит, ребят, вообще жопа, ну переживаю, надо посмотреть, может какие-то жучки, паучки, гляньте. В спутниковой компании говорят, да, классно, но ничем помочь не можем, ни хрена не знаем, то есть машина не уехала, мы сработали, все круто, наша сигнализация хорошая. Значит, что делать? Отправляется в страховую, ему называют угон Total 80 тысяч, ну естественно, парни, это перебор, тем более машина 17-го года. На своем опыте точно знаю, что угон Total на людей, у которых стаж сейчас больше 10 лет, бывает так, что обходится 35 тысяч рублей. Это я вам серьезно говорю, вот машины ездим, покупаем, Mazda 6, новая, 35 тысяч рублей. 40-50 это когда стаж до 10 лет, там молодой еще у водителя относительно. Поэтому, что нужно делать и что я ему советую лично от себя, поехать в автосалон, либо к любому другому агенту страховому попросить, во все страховые раскинуть запросы и посмотреть, где наиболее выгодная цена будет для него. Соответственно, делать угон Total и спать спокойно. Друзья, обращайте внимание на все это дело, поймите одно, цель этого ролика напомнить вам, что вы вот покупаете машины новые, радуетесь, все, машинку купил, во дворе стоит, пытаемся все мы с вами сэкономить. Каска, развод, впаривать, да нафиг она мне нужна, никогда у меня машины не угоняли, у него тоже никак машины не угоняли. С этого двора, вот условно, тоже особо машины не угоняли. Соответственно, берегите ваши машины, будьте начеку, будьте бдительны, смотрите постоянно, кто крутится, ведь согласитесь, если бы вы шли по улице вечером и видели, что кто-то что-то возле машины крутится, вы же не стали подходить и спрашивать, а что вы делаете? А вдруг вы угоняете, а можете показать документы? Вы подумали, да нафиг мне это надо, пойду дальше. Вот именно для этого нужно делать страхование на автомобиле. Запомните номерочек, запомните все вот эти элементы, мы вам все по кругу показали. Внутри машины лежат иконки, сзади у нас наклеечка наклеена. Если вдруг, не дай бог, увидите этот автомобиль у себя во дворе, обязательно пишите, ловите, не знаю, прям звоните сразу же. Все контакты со мной, как обычно, остаются в описании. Друзья, вот таким получился этот видеоролик. Цель его сделать вам напоминание о том, что в нашей стране, как и во многих других странах, угоны продолжаются, есть нехорошие люди, которые делают все очень грамотно. Один разбил стекло, другой сел в машину, третий завел, четвертый поехал, пятый ее переставил куда-то. Таким образом ответственность на всех делится. Я думаю, вы знаете, даже не для рекламы, я вам скажу про такой канал, как Угона Нет. Это большой, крупный канал, где люди занимаются различными родами защитами на автомобиле. Но и они же показывают о том, что как это легко угнать. Что угон составляет в некоторых случаях всего лишь 30 секунд. Будьте начеку, будьте бдительны, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Если вдруг вы попали в какую-то неприятную ситуацию, пишите, звоните, всегда на связи. До новых встреч, всем пока-пока.